Друзья, сегодня будем говорить про No Reference Exception, это такая штука, которая вылетает непонятно когда, непонятно откуда, непонятно зачем и более того, вообще непонятно кто это сделал, как это сделал. Почему это случилось? То есть это такая ошибка, которая на самом деле очень противная, неприятная и найти откуда растут ноги бывает порой очень сложно. И сегодня мы поговорим как избежать этих ошибок или какие инструменты можно использовать или какие инструменты уже существуют, где не существуют, как их использовать и как переключиться на них даже. И давайте перед тем, как переключимся в примеры, я напоминаю вам, что подписавших на канал вы будете получать уведомления, ну и мне наверное будет какая-то этого польза. В общем переключаемся в Visual Studio, давайте посмотрим что с этим делать, как с этим жить. Итак, я создал проект, который является консольным приложением, он сейчас абсолютно пустой и надо сказать сразу, что он создался на версии 6.0. Соответственно, у меня доступны новые фишечки, такие как, например, вот эта штука называется Nullable. Что это дает? Ну давайте на конкретном примере. Давайте создадим какой-нибудь класс, пусть это будет, ну не знаю, пусть будет public class, пусть будет person. И пусть у него будет пару свойств, которые, например, будут скринкла значения этап last name. И пусть будет такой же, только, ну допустим, в филосплее. На самом деле, что дает вот этот вот, что дает мне шестой фреймворк и соответственно Nullable вот эта, Nullable директива, которая позволяет in runtime, как вы видите, подсвечивать мне информацию о том, что здесь у меня могут быть проблемы. Надо сказать, что это нововведение появилось в восьмой версии языка. Я подготовил здесь вот такую вот картинку. Смотрите, управление версиями это на самом деле очень просто. По оболчанию, когда я создал проект на шестой версии, у меня включился язык C-Sharp 10, а вот тот самый Nullable появился вот в этой версии, то есть восьмой. И я бы вам настоятельно рекомендовал ознакомиться, какие фишечки появляются в каждой версии, хотя бы так издалека, чтобы понимать, что с этим делать. Потому что Visual Studio тоже развивается вместе с языком и дает полезные подсказки, которыми нужно понимать, что делать. Ну, например, в данном случае, если говорить про то, что у меня сейчас включена эта опция, то есть проверка на Null, то есть анализ этих Null референсов. Но мне показывает Visual Studio, что Last Name у вас может быть какой-то хренью, то есть то Null, то не Null. Для того, чтобы ей явно сказать, что я хочу, чтобы у меня здесь не было Null, я могу и сказать такую директиву, указать ей, что это у меня не может быть Null. И как вы видите, подсказка исчезла. С другой стороны, я могу сказать, что у меня вот этот вот Fiosky может быть Null, и это делается таким вот образом. То есть сейчас у меня Visual Studio тоже успокоилась, компилятор затих и молчит, что явно понимает, что с этими свойствами что-то надо делать. И давайте здесь создадим новый instance. Так, вот это, например, сотрем. BarPerson.RineU. Пусть будет Person. И теперь, ну, давайте здесь вот такое свойство еще добавим. Public. Давайте проб вот так вот. FullName. Ох, ешкин кот. Все собрал в кучу. Господи, string. FullName. И сделаем его вот таким. Таким вот образом, что это будет интерполяция, ну, допустим, lastName и счастное. Вот. Вот такое вот свойство. И я его выведу в консольное приложение. Консоль. Write. Person. FullName. Ну, давайте запустим. Ну, понятно, что здесь никакой магии нету. Магия начинается вот здесь. Смотрите, допустим, я хочу написать lastName, subString. Хочу только за главную букву взять, 0.5.1. И сейчас у меня код работает. И прямо мне не нужно запускать, проверять, что он запускается. Но только я попробую написать firstName. Смотрите, у меня сразу компилятор, зная, что у меня все с ней может быть нул, говорит, что вот здесь у вас может быть проблемы, потому что у вас это нул. И, в общем-то, вот это и есть плюс. И так работает на все инстансы, на все свойства, и по всему проекту, и по всем проектам, которые включены вот в эту вот директиву, вам будет Visual Studio показывать, что вы здесь можете сделать фигню. Поэтому ее лучше не делать. Поэтому здесь обычно делается, если person, допустим, что там у нас, firstName. Ну, давайте вот так вот напишем. String is nullRempty. Вернее, если не, тогда вывести. И тогда компилятор перестает показывать ошибку, потому что мы перед тем, как использовать его, вот здесь, вот этот firstName, вот здесь его проверили, что он действительно не нул. Но давайте все-таки запустим вот это приложение, несмотря на то, что мы, я вынес это наверх, проверки теперь как таковой нет. И я пытаюсь запустить приложение, мне Visual Studio показывает, какую я ошибку увижу. Я увижу, что у меня Object Reference Node Sets, то есть что-то где-то не установлено на инстанс или непосредственно в объект. И понять, что вот эта вот штука показывает в определенных моментах бывает очень сложно. Да, в данном варианте она говорит, какое конкретное свойство и в каком месте оно не установлено. Но так бывает, что проект состоит не из таких простых классов или не только из одного проекта, когда вообще трудно или практически нереально найти, что это за, так сказать, хрень, которая откуда бы пришла, непонятно, как вы уловите. Так вот, для того, чтобы это решить, я имею в виду для тех проектов, где нет поддержки вот этого, то есть для старой версии C Sharp, ну давайте, во-первых, ее отключим, сохраним и уберем все вот эти вот штуки, которые по умолчанию в старых проектах или проектах со старым кодом, которые на старой версии C Sharp написаны, просто не поддерживаются. Как вы видите, мне Visual Studio ничего не подсказывает, соответственно, здесь будет ошибка. Давайте ее отсюда уберем. И немножко трансформируем код. Я добавлю еще один, пусть он будет public class address, который, собственно говоря, мне позволит, ну допустим, что-то у нас string, пусть будет city, который мне позволит четко показать, как это работает, более ярко, наверное. Да, давайте пока это уберем, я сделаю вот такую штуку var. Ну, давайте для начала трансформируем наш person, сделаем конструктор, который как раз этот адрес мы захотим получить и установим свойства, чуть-чуть ниже его поставим. То есть для того, чтобы создать person, мне теперь нужно, чтобы сюда пришел адрес, но я могу поставить null и таким образом моя программа заработает, хотя это и неправильно. Почему? Потому что я получу экземпшен прямо вот здесь, сейчас, и этот экземпшен опять же будет работать совершенно правильно. Я точно знаю, какой параметр, какой конструктор мне попал. Более того, если я сделаю таким образом, если, вернее, захочу, чтобы у меня адрес был null, то есть я могу поставить null, ну, такой, ну, он сейчас, как видите, не поддерживается, а для того, чтобы у меня старый код заработал, я могу поставить сюда атрибут HelloNull. И сейчас я запущу, и мой код как работал, так и работает. Ну, в общем-то, это доказывается, давайте я закрою, еще раз запущу. В общем, смотрите, эта сборка позволяет вам явно указать, где вы ждете null, потому что если у вас вот эта штука не будет стоять, то у вас ошибка на этапе компиляции скажет, что у вас здесь null. То есть что дает эта сборка? Эта сборка вам, вас явно заставит определить те места, где вы ждете, где вы разрешаете получение null. И это дает большой плюс в том, чтобы исключить возможность появления в вашем приложении null референсов. То есть, если вы хотите там получить null, вы должны сказать, что вы там хотите. Если нет, то сборка вам скажет, что у вас здесь null. Причем, даже если вы переключитесь на новую версию языка, которая уже поддерживает этот вот, которая уже поддерживает вот этот вот директиву null. То эта сборка не перестанет работать, а только, собственно говоря, добавит плюсов в вашу проект, в вашу диагностическую, так сказать, карту, которая позволит очень точно и в нужном месте определить, какая ошибка от каком месте в каком методе произошла. Вот. Наверное, это будет выглядеть как-то так. Но еще, наверное, вот что я хотел показать. Давайте переключимся на null. В ArtBuddy здесь есть описание. То есть, на сайте самого производителя, то есть в GitHub, соответственно, есть более подробное описание того, как это работает. Более того, эта штука работает еще и с G-Brain's Annotation, not null. Она понимает это, и это тоже дает плюс, если вы не хотите использовать те, что есть. Более того, есть и еще другие примеры использования. Например, это может быть на метод, когда вы можете разрешить null. Вы можете поставить атрибут, и этот метод позволит возвращать null. Если нет, то тогда сборка в этом укажет. Мы используем вот этот вариант. Ну и, собственно говоря, вот эти вот штуки тоже распознаются этой сборкой. Более того, вы можете указать свойства all null. Ну и то, что при компиляции вы увидите, ну то есть то, что будет откомпилировано, будут всякие проверки на те null, которые в тех местах, где они должны быть, если вы вдруг про них забыли. То есть, первый вариант решить эту проблему везде использовать проверки на null, даже где не очевидно, например, здесь или здесь. Либо поставить эту сборку, которая, скажем честно, напишет за вас некоторое количество кода и поможет вам более явно определять, где у вас эти самые null reference exception. Ну, а я с вами прощаюсь. Пишите правильный код. Пишите правильный код.